Это уже принятое во всех цивилизованных, развитых странах, как хотите, давайте будем называть, подобная схема финансирования, когда средства напрямую от будущих владельцев, квартир или, если речь даже идет о коммерческой недвижимости, никогда застройщику не попадают. Это всегда проходит через банк, и банк контролирует, скажем, целевое использование этих средств. Безусловно, степень риска уменьшится, цена несколько возрастет, но это закон бизнеса. Я сама дольщик, значит, купила квартиру в Долевое, и на том этапе, когда я покупала, больше 10 моих знакомых родственников вступали в Долевое и очень хорошо улучшили свои жилищные условия. Если сейчас эти поправки будут приняты, и к 2020 году Долевое будет прекращено, то я считаю, что жилье удорожает процентов на 20, а может быть и больше. Да, это может быть снимет проблему обманутых дольщиков, но зато это не снимет проблему жилья, особенно для молодых семей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!